Параллельный слалом и скоростное маневрирование, дисциплины, которые проходят на надувных лодках, жестким корпусом. Водномоторный спорт – один из самых зрелищных, но с другой стороны и самых сложных. Водномоторный спорт 16-летний Александр Барменков пришел 4 года назад. Уже сегодня молодой человек показывает высокие результаты. Он неоднократный призер соревнований разных уровней. В этом году я отстал от третьего места на 0,20 секунды. А в другом формате соревнований я хоть и занял третье место, но я обогнал на секунду первое место. Расскажи, пожалуйста, перед соревнованиями испытываешь волнение или нет? И как стараешься, может быть, спокойствие сохранять? Ну, перед соревнованиями я обычно полностью холоднокровен. Стараюсь об этом не думать, об соревнованиях, о проездах, дабы не загружать себе голову. Разгар тренировок по водномоторному спорту приходится, конечно, на летний сезон. Но подготовку начинают задолго до. Зимой воспитанники занимаются в бассейне, отрабатывают и теоретические навыки. Разумеется, первым делом на каждом занятии инструктаж, их экипировка – спасательный жилет и шлем. Как говорится, на флоте занимаем места согласно штатному расписанию. В Химкинской спортивной школе дома юного техника «Интеграл» воспитанники занимаются по формуле будущего. Это международные юношеские классы. Всего их шесть. Самым маленьким спортсменам по шесть лет, взрослым по восемнадцать. Объединяет всех любовь к водномоторному спорту. Нельзя бояться скорости, следует грамотно управлять лодкой. И главное, в этом виде спорта необходим отличный глазомер. Всем перечисленным, несомненно, обладают воспитанники дома юного техника «Интеграл». Один из тренеров по водномоторному спорту Владимир Выгузов – многократный призер чемпионатов мира и Европы. Сегодня он обучает десятки ребят. С детьми занимается уже свыше 15 лет. За этот период много, конечно, интересного прошло, потому что дети у меня есть, в моей воспитаннике три. Трое детей – чемпионы мира. В прошлом году двое заняли первое место в первенстве России, то есть они чемпионы России. А вообще говоря, школа наша воспитала 9 чемпионов мира. Впервые с водномоторным видом спорта Владимир Витальевич познакомился аж в далекий 1963 год. «Спортом я не занимался. Мы путешествовали на моторной лодке, собственно говоря. Отец, он выступал в каких соревнованиях, я уже этого не помню, маленький был. Но большей частью мы на воде проводили все лето». Это вид спорта, в который влюбляешься сразу, рассказывает 18-летняя Саяна Дорофеева. Занимается с 13 лет. Впереди у девушки поступление в ВУЗ, но в будущем прощаться с лодкой не планирует. «Я останусь в этом виде спорта, только уже как раз на больших лодках, на Рибах, потому что это мой последний год вот на этих лодках. Они в размерах больше, в длину метра три, наверное. Там педаль вместо того, чтобы нажимать рычаг для скорости. Тот же самый руль». С каждым годом водно-моторный вид спорта не теряет своей популярности. И это при том, что первые гонки в нашей стране прошли аж в 1904-м. Уже тогда это вызвало огромный интерес у публики, который не сбавляет оборотов. И сегодня. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, Новости Химки-ТВ.